А вот как помочь Юго-Востоку Украины? Сегодня в Минске вновь собрались участники и трехсторонние контактные группы. Вначале сообщили уточненные данные по жертвам за два года. С начала 2017-го в зоне конфликта погибли около 70 человек, 315 ранены. А вот в прошлом году жертв было 88 и 354 пострадавших. После школьного перемирия, которое ввели накануне учебного года, отметили эксперты, количество нарушений режима прекращения огня сократилось, но ситуация остается критичной. Конфликтующие стороны вновь призвали к бессрочному перемирию. Из положительных моментов сообщили о передаче Киеву 19 человек, не имеющих отношения к конфликту. Также высказали мнение по поводу введения миротворцев ООН на территорию Донбасса. Мы, конечно, эту тему здесь не обсуждали. Это не тема наших обсуждений здесь. Но я хотел бы к этому вопросу, по этому поводу, следующее сказать. Я уже публично выразил свое мнение, что это значимый жак, в смысле это предложение, которое я приветствую. Для меня решающим моментом является то, будет ли он в конечном счете способствовать реализации минских соглашений. Обсудили стороны и вопросы, касающиеся политики и экономики. Следующий раунд переговоров состоится через две недели.